Я надеюсь, что, может, это тайный план по заманиванию. Я бы это говорил ровно неделю назад. Помнишь, мы с тобой говорили, ты говоришь, что, скорее всего, это ловушка. Вот произошла вот эта вот история. Сейчас я в более глобальном заманивании. Сейчас мы показываем, что мы не можем сопротивляться войскам НАТО. Значит, войска НАТО, уже потеряв все берега, переходят границы Польши, Словакии, Чехии и все остальное, заполняют Украину. И тут мы их всех уничтожаем, ну, чем-то таким, фабами, напалмом, и они в испуге убегают обратно. Ну, потому что другого плана у меня нет. Честно говоря, потому что грустно, ну, грустно. Знаете, почему грустно? Потому что, как мне кажется, несоответствием поддерживаемой риторики в обществе и реального положения вещей. То есть, как бы, это вопрос информационный. Это к нам, грубо говоря, с тобой. Ну, наверное, надо или запрещать любую информацию, а для того, чтобы или же выстраивать, как это делает Украина. И не надо стесняться, и не надо стесняться. Англичане им поставили замечательную информационную историю. Но для того, чтобы решать, как вести, как выстраивать, для начала надо понять, а мы воюем или нет. То есть, ты считаешь, что мы не воюем? Вот стоп. Это на всех властных этажах должны понять для себя, мы воюем или нет. Ты понимаешь, этот вопрос, как мне кажется, оскорбительным может показаться тем пацанам, ребятам, мужикам, кузьмичам на передовой, которые двухсотых и трехсотых отгружают. И сами там умирают героические поступки. Но вы теперь представьте, до какой степени он может им оказаться оскорбительным, если они все больше и больше начнут понимать разрыв между их реальностью, куда их послала Родина, и вот этой нашей мирной реальностью, где ничего не происходит, где почему-то после такого отхода, у меня много вопросов, очень много. Я, как и все общество, задаюсь вопросами, к сожалению, не получая ответов. Причем, это не военные тайны, я хочу узнать. Я не хочу узнать секретные планы Генштаба. Нет. Я хочу понять. Потому что в этой недосказанности появляются очень хорошо используемые и культивируемые той стороной истории. А может, это говорняк? А может, вот зерновая сделочка? А вот, может быть, вот тут не ответили? А вот уже четыре дня никто не бомбит Киев инфраструктуру. Никто не обратил внимания? Четыре или пять. Обратили, обратили внимание. Вот. Из Херсона так ушли, а в спину не стреляли украинцы, говорят нам. Ну, в смысле, переходящим. Ну, говорят. Нам же никто другой больше не говорит. Ну, так вот, с передовой рассказывать. Ну, сегодня ночью было просто там огромное количество информации, что как раз стреляли. Да. Стреляли непонятно. Ну, то есть это правда или неправда, но тем не менее информация была. А это все сходится, значит, с заявлениями всех. Вот сегодня Рябков. Да. Мы открыты для мирных, без всяких условий. Вот я как гражданин что должен подумать? Да. Я думаю, как гражданин, ну, конечно, непрофессиональный гражданин, некомпетентный гражданин, ну, просто гражданин с позиции, что я за родину могу пасть порвать. И, в общем, это подтверждаю, как бы, своей профессиональной жизнью точно. Значит, это что, на фоне отхода из Херсона, на фоне невозврата северных территорий, имеется в виду Харьков, на фоне кровопролитнейших боев и пока что очень тяжелых боев донецкой агломерации, мы о каких переговорах говорим? Я не знаю. И поэтому, так как я все-таки верю своей стране и своей власти, государственным институтам, верю, все равно верю, я думаю, может, это план. Вот другого ничего предложить не могу. Бояться сильного, больше никого, смелого, наглого, дерзкого, сильного, который принимает силу, нежели было начинать. Вот о чем речь. У них очень крепко и в обороне стоят, и идут. В общем, хорошо воюют. Но так нельзя. Мы не выиграем эту историю. Потому что, если мы подумали, что это СВО, СВО не получилось. Бывают ошибки? Бывают. Речь идет о том, встаньте, скажите, ребят, не получилось. Херсон, ушли же из Херсона. Почему? Потому что ошибочно. Вначале это самое. Тогда бы не так к Херсону бы относились. К этому отходу. Мы же знаем, что вернем. Это российская территория. По Конституции. По Конституции Российской Федерации. Мы оставили наш город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что все равно все вернется. Ну...